всех любительниц вышивки я с удовольствием приветствую на канале кристалл найт сегодня у меня такое совсем совсем весеннее видео потому что соответствующее настроение соответствующая погода за окном конечно еще нет такого буйства растительности как вы сейчас видите на своих кадрах это кадры прошлогодние сделаны прошлым маем вот и эти кадры предваряли собой мой рассказ о вышивке по схеме иволги которая называется птички семейка птичек затерялась в зарослях ежевики думаю мои зрительницы должны хорошо помнить этот сюжет и вот у меня возникла идея сделать эксперимент в вышивальной и эта работа пришлась как нельзя кстати для его реализации но сначала прежде чем перейти к описанию моего эксперимента и результатов его хочу познакомить вас со своими новыми питомцами которые также имеют отношение к этой вышивке в частности прошу любить и жаловать это мои птички амадины вот они у нас живут уже примерно месяц или даже полтора месяца и вот такие так они выглядят такие милые замечательные птички мы их завели потому что в один раз в багетной мастерской я увидела как у девочек на окне поет канарейка очень красивая птица вот но когда поехали на птичий рынок канарей к сожалению там не было а были вот такие амадины вот и купили пару мальчик и девочка мальчика можно узнать по более яркой окраски на щеках у него оранжевые перышки и такой зебровый окрас птички очень маленькие очень шустрые симпатичные и спустя полтора месяца нашего с ними времяпрепровождение я могу сказать что это отличный выбор вот конечно если они будут жить не в той комнате где допустим вы проводите основное количество времени работаете там читаете или что-то потому что они не умолкают ни на секунду щебечут ну их щебетание сложно назвать таким прям птичьим щебетом в традиционном понимании мне кажется что эти птички больше квакают или не знаю крякают как маленькие уточки вот в первый день они вот только так как покрякивали поквакивали вот а уже на следующий день когда они уже обжились успокоились начали привыкать к нам то они начали петь свои песенки они более мелодичные такие вот и очень приятно слушать ну и самое такое что меня привлекает в птицах это то что ты знаешь что вот где-то у тебя вот в уголочке 2 2 живых существа живут рядом с тобой и то есть в твоей квартире появилась еще две живые души и в общем я в восторге кот их не трогает мы его отучили сначала он пытался конечно проявлять свои охотничьи инстинкты по отношению к этим птичкам но мы его быстро отучили и сейчас он ими только любуется но вот такие вот пернатые друзья появились у меня живут они на кухне на подоконнике вот мне очень приятно находиться с ними в этом помещении когда я готовлю там занимаюсь там ну какими-то делами даже кушаем они приятно там попрыгают и поют свои песенки вот а когда мы уходим в комнаты в другие то мы их не слышим вот они не мешают и абсолютно никаких хлопот они не доставляют вот сейчас наступлением тепла мы их выносим на улицу когда гуляем с ребенком занимаюсь в саду они тоже у меня конечно поют там и бегают бегают прыгают в общем по клетке вот моему старшему сыну было жалко их держать в клетке вот и но мне продавец объяснил что это птицы рождены в клетке и им не нужна якобы свобода воля они ее боятся они могут пораниться вот и вот такого размера клетка для них самое оптимальное вот но мы все-таки несколько раз их выпускали по квартире летать но они действительно они прям очень боятся и видно как они прям 3 трепыхаются и все очень боятся они садятся где-то там затихарятся в уголочке и потом сами прыгают в свою клетку вот так что вот такие птичули у меня появились и плавно перейдем к рассмотрению моей вышивки и моего эксперимента где также будет представлена зеленая трава и несколько очаровательных птичек с птенцами напомню что я вышиваю работу по схеме и волги которая выполнена которая выполнена по картине марджолин бастин автора знаменитых акварелей о животных которые находят просто самые выразительные средства передачи всей красоты милоты этих милых созданий так вот я закончила вышивать эту вышивку в августе 2020 года вот с таким результатом у меня было вышито 8 процентов вышивки я ее притормозила в связи с тем что на тот момент она была самая сложная вышивается девочки сложно как и большинство схем и волги которые дают в большинстве случаев такой прям фотографический эффект эффект фотографии вот поэтому здесь очень много одиночек абсолютно негде отдохнуть вот и когда я вышивала вот эти лепестки белых цветов то я просто была в шоке я вообще начала сомневаться что этой вышивке когда-нибудь предстоит быть законченной потому что очень сложно на тот момент очень сложно я отложила ее в начале августа прошлого года и как вы знаете после этого я вышивала две ст и я вы знаете набралась опыта и набила руку поэтому возвращение к этим птичкам несмотря на то что я их боялась было совершенно безболезненно и сейчас она эта вышивка не вызывает у меня никаких проблем абсолютно я не знаю почему я так боялась ну это все приходит с опытом в общем я подучилась на ст до чтобы вышивать потом и волгу в свое удовольствие так вот значит в чем заключается собственно эксперимент о котором идет речь то есть с момента того как я заморозила эту вышивку прошло уже смотрите август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март ну прошло уже восемь месяцев после ну с того момента как я ее забросила вот и в марте мне пришла гениальная идея поставить эту вышивку заново на станок и продвигать ее но не в качестве основного процесса не процесса выходного дня а вышивая а вышивая по 100 крестиков в день напомню что это крестиковая работа она сейчас у меня единственная в крестике в процессах вот и я подумала что вышивать по 100 крестиков для меня совершенно не сложно и было интересно какого же результата я могу достичь вышивая всего по 100 крестиков в день и что вы можете подумать сколько я нашила за это время вышивая по такому количеству крестиков тадам у меня прибавилось ровно столько же то есть отшит ровно такой же фрагмент и сейчас у меня 16 процентов вышивки и так девчонки посмотрите какой обалденный результат мне очень нравится как получается вообще это одна из любимых моих картин у меня нет вышитой природы вообще вот и это замечательный ее представитель весна мне очень захотелось продолжать эту вышивку и я вышивала спокойно никуда не торопилась в итоге у меня отшит полностью беленький цветочек маленький цветочек тоже закончен очень красивый листочек землянички появился также один из главных персонажей это бабочка такая мотылек очень красивая очень хорошо проработанная она выглядит как настоящая буквально невозможно отвести взгляд я была очень рада когда я вышла это насекомое живописное вот и рада что наконец уже какое-то живое существо появилось на моей вышивке глотком воздуха была для меня вышивка ну тут буквально пару десятков крестиков но все же розового цветочка ежевики да вот и все таки этот небольшой розовый кусочек несколько оживил освежил эту вышивку и в застиле зеленых цветов появился маленький 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 кусочек розового цветка здорово очень получилось вот и далее у меня вышивались различные стебли веточки ну еще несколько листочков вот и когда я завершила фрагмент по размеру такой же как у меня был вышито я вот снимаю вам вот своего рода отчет и так девочки вы вот если посчитать до 8 месяцев это у нас 8 месяцев умножить ну на 30 дней это 240 дней если бы я с августа месяца вышивала бы по 100 крестиков ну хотя бы 100 крестиков в день то я бы продвинулась к марту на 24 тысячи крестиков понимаете 24 тысячи крестиков это уже существенный прогресс поэтому не я вам советую не относиться к 100 крестикам как какому-то бесполезному количеству и вообще вышивая вот я посчитала на калькуляторах если я буду продолжать эту вышивку вышивать по 100 крестиков в день то я ее вышью за два года я ее закончу за два года ну а куда мне торопиться если я не хочу вводить эту вышивку в основной процесс мне очень сложно вышивать сейчас крестом какой у меня выход вот таким образом ее продвигать 100 крестиков день ну каждый из нас может время выделить и вышить их со спокойной душой главная системность девочки какие каких результатов можно было добиться если бы не тратить это время впустую вышивка стояла пылилась и ждала своего часа и так бы она его неизвестно дождалась бы когда-нибудь или нет вот а сейчас я вышиваю например марию свою обязательно 800 900 если фон 1200 аппетитов и завершаю вышивальный день вышивкой обязательной вышивкой 100 крестиков на этой работе покажу вам организацию процесса своего он у меня находится вот в этой вот коробке как обычно все мои процессы переехали в него традиционно конечно здесь птичка бабочка все взаимосвязано все другом друг друга как бы дополняет вот традиционно в коробочке лежит у меня ключ схеме с блендами и чистыми цветами ну и три органайзера на одном органайзере у меня находится цвета которые не участвуют в блендах традиционно потом идут цвета которые используются в чистых в чистом виде вот ну и на третьем органайзере все остальное вот ну и также в пакетике у меня лежат оставшиеся нитки которые будут использованы в дальнейшем когда закончится у меня нитки на органайзерах моих вот вот такое вот богатство хочу также сказать что после аппетита когда я достала эту вышивку я была просто в шоке мне показалось она просто огромная это мне я вообще с трудом поверила что это 18 аида мне показалось что это вообще 14 или ну но минимум 16 я была в шоке от того как я отвыкла от этого вида основы и как мне тяжело опять к нему приступить а ведь 18 аида это мелкая считается да уже мелкий каунт но для меня это были просто лошадиные какие-то крестики дырки вот эти я даже достала имеющуюся у меня аиду 18 каунта и начала сравнивать и только после того как я наложила точно 18 аиду на эту канву и когда у меня совпали дырочка в дырочку я убедилась что это да действительно это моя 18 аида и что настолько у меня изменилось мир ощущения так скажем ощущение этой канвы также хочу показать вам вот этот магнитик он выполнена группой над магнит я считаю что это самая лучшая группа по производству высококачественных красивых удобных магнитиков они просто вверх совершенства выполнять свою функцию на 200 процентов и очень красиво выглядит я заказывал с индивидуальной картинкой вот и вышиваю сейчас своих птичек с вот с этим вот маленьким помощником очень здорово получается когда как бы все у меня так вот гармонично вот так скажем также хочу пару слов сказать об органайзерах гамма это самые плохие органайзеры которые я только видела по сравнению с дубко это просто день и ночь эти органайзеры я использую только при вышивке моих птичек и я думаю что они внесли немалый вклад в то что я ассоциирую эту картину с какой-то сложностью и неудобством на этих на эти органайзеры сложно навешать нитки вот во вторых когда вытаскиваешь по одной нитке они часто рвутся потому что очень туго держится иголки очень трудно припарковать нужно прикладывать большие усилия чтобы впихнуть иглу в этот непонятный материал из которого изготовлен органайзер ну и соответственно иголки очень часто просто выпадают из своих мест у меня несколько раз выпадали иголки и согласитесь когда их огромное количество то это не очень приятно поэтому я никому не советую органайзеры гамма и накупила как можно больше органайзеров дубко они просто идеальные классные органайзеры я очень довольна очень рада что сначала мне попались именно дубком и я полюбила и распознала качественную вещь ну а сейчас пару слов непосредственно о правилах которым нужно следовать при вышивке вот таким нехитрым способом и так первое правило которое вы должны усвоить и должны понять принять и осознать это то что несмотря ни на что ваша вышивка будет двигаться она будет продвигаться она когда-нибудь будет завершена это очень воодушевляющее чувство когда ты знаешь что твоя работа будет завершена что она не лежит мертвым грузом что у тебя не грызет совесть поэтому если у вас есть такие долгострои о которых болит душа просто вышивайте их по 100 крестиков в день и вы их обязательно закончите второе вышивать не менее 100 крестиков в день девочки 100 крестиков в день это немного но но 700 крестиков в неделю это уже ощутимый результат и хорошая прибавка видимая прибавка на конве в качестве примера хочу при хочу привести алену хилтунин которая раньше снимала видео формате вышивальная олимпиада и бросала кубики например на один процесс у нее выпадало 3 и 4 то есть 700 крестиков она оставила себе в план на неделю 700 на неделю понимаете и у нас тоже при вышивке 100 в день тоже получится 700 в неделю и это никого не напрягало и считается хорошей скоростью нормальной для не основного процесса это ого-го замечательный результат вообще вот значит третье правило не пропускать дни вот в лепешку расшибиться но не пропускайте дни найдите время на 10 крестиков на 20 потом там на 30 наберите их за день но не меньше 100 у вас должно быть на своей вышивке не меньше 100 у меня было такое что я пропустила один день и больше не хочу этого делать это плохое чувство ты постоянно об этом думаешь нет чувство удовлетворенности и какой-то ну если я уже поставила себе цель и начинается вот сейчас я не вы еще завтра выше побольше да так тоже можно но это уже не то тут можно скатиться и пойти по кривой дорожке когда которая приведет опять вышивку в шкаф потому что накопится огромное количество долгов четвертое правило вышивать больше ста крестиков если чувствуете в себе силы я как правило вышиваю больше ста я вышиваю 200 300 но минимум 100 если я вышью 100 у меня нет времени я уже довольна как правило я вышиваю такие работы от большего к меньшему то есть мне очень удобно вышить большие распространенные цвета и потом рядом с ними уже видеть узор куда втыкать одиночки но когда я вышиваю фон на марии допустим я вышиваю от меньшего к большему потому что там действительно вышел мелкие там фигнюшки и потом уже шуруй одним цветом все остальное не использую сагу но здесь так не получается и получается что я первый день вышиваю большие крестики быстро справляюсь во второй день тоже в третий а дальше у меня уже накапливается горох который я вылавливаю вылавливаю вот эти одиночки конечно на самый последний день когда у меня зашивается фрагмент из 800 квадратиков уже конечно тяжеловато вылавливать все эти одиночки но я думаю вы без меня разберетесь каким образом вам вышивать распределяя нагрузку ежедневно или так же как и я оставляя сложные там одиночки напоследок или наоборот это уже не имеет никакого значения главное что чтобы сага показывала что вы вышили в 10 крестиков в день ну вот собственно и все дорогие мои друзья следуя этим нехитрым правилам вы можете продвинуть свою вышивку и точно знать что она будет закончена какая разница когда если вы не можете сесть и нахрапом завершить свой долгострой процесс вышивать по 100 крестиков в день и будет вам счастье и вот на себе я это вполне ощущаю работа у меня движется очень жалею что не додумалась до этого способа еще в августе у меня было бы еще двадцать четыре тысячи на конве представьте какой большой фрагмент у меня был бы вышит если бы я не маялась дурью а взяла бы себе за правило вышивать хотя бы 100 крестиков в день вот такими шагами посмотрите у меня прибавилось отличный кусок а ведь я вышивала всего по 100 в день по 100 200 максимум 300 иногда когда был черный фон вот здесь в некоторых местах но позволяла мне вот ну а 100 в день это выше крыши это отлично надеюсь что я кому-то помогла своим вот этим экспериментом зарядила на желание дошить свои долгострой вот таким вот способом он очень подходит занятым девчонкам которые не могут уделять своим вышивкам огромное количество времени но тоже хотят чтобы они были продолжены поверьте очень ну можно найти в день там 20-30 минут чтобы вышить 100 крестиков и жить со спокойной душой с красивой картиной и значит все у тебя идет правильно и продвигается поверьте это просто замечательное чувство на этой приподнятой ноте хочу заканчивать свое это видео спасибо что были со мной посмотрели итоги моего эксперимента как вам идея пишите в комментариях всего вам доброго до свидания